Но риски достаточно большие, и риски до срочных выборов достаточно большие. Опять же, возвращаемся к математике, резервный фонд 140 миллионов лей, да, из 140 мы потратим 120 миллионов, и мы остаемся с 20 миллионами. И если что-то случится, не, не пандемия, засуха, что-то другое еще, еще какой-то дом в окне упадет, откуда мы возьмем деньги, чтобы, скажем, возместить эти ущербы. И для этого, на мой взгляд, в кризисных ситуациях любое государство при любом политическом раскладе не должно оставаться без резервных денег. В любой ситуации, и даже в начале ковида, когда он появился в 2019, здесь как бы в 2020 уже в Европе началось, мне понравилось, как европейские политики наложили моратории на любые политические дискуссии. Сейчас, как бы вот в Румынии, там, скажем так, в странах, где есть проблемы, да, и с коррупцией, и со всеми вот проблемами, да, вот скажем, Украина сейчас достаточно в такой ситуации, после прихода к власти партии Зелинского находится в кризисной ситуации, там постоянно протесты и так далее. То есть мы видим, что неналожение моратория на политику именно в такой ситуации, оно чревато достаточно для народа. То есть им страдать будут люди, выберут завтра парламент, не выберут завтра парламент и так далее. То есть в первую очередь пострадают люди. И политики, на мой взгляд, должны именно об этом думать. Если не будет правительства, потеряют все партии. Если правительство будет некачественное, будут потерять опять же все партии. Сейчас у нас есть, да, две партии. Партия ПАС и партия социалистов, которые, скажем так, им есть откуда терять, скажем, да, вот этот именно процент. Говорить, кто на первом месте будет, кто на втором месте, здесь еще очень рано, потому что в любой ситуации политической может что-то измениться. На мой взгляд, то есть нам сегодня нужно правительство. То, что предлагает сейчас ПАС, но это не совсем правительство, это фикция. И они говорят, что это не правительство, а фикция. И вот здесь стоит выбор, выбрать фикцию все-таки, для того, чтобы хотя бы было правительство и было как сотрудничать с иностранными институтами. Потому что есть правило, во время войны, то есть война подразумевается в мирное время, это выборы, это отсутствие правительства, это политический кризис. И вот в этой ситуации иностранные институты не ведут переговоры со странами. Да, дают какие-то там вакцины, то Pfizer, то еще какое-то другое. Но это не то, на каком уровне должно правительство вести диалог. Да, вот вы говорили, что премьер-министр Израиля звонил, пытался договориться и так далее. Тогда это делается тогда, когда есть стабильность, когда можно с кем-то договориться. Когда человек, с которым договариваешься, он понимает, я получу деньги, меня купят эти. Но кто с вами будет договариваться, если у вас резервным фонде не останется ничего?